Всем привет! С вами Эльвира Парякина и справочник писателей. Сегодня я вам расскажу о том, как написать кулинарную книгу, которая понравится и читателям, и издателям. Для начала давайте определим, а что именно издатели ищут в рукописях кулинарных книг, то есть, какие книги они одобряют к печати, а какие нет. Итак, у книги должна иметься четкая концепция, просто рецепты, никому не нужны такого добра, сколько угодно бесплатно в интернете. Во-вторых, автор должен знать, как устроена кулинарная книга, потому, что на полном серьезе в издательство очень часто приходят просто сборники рецептов чего-то – в огороде Бузина, в Киеве дядька, потому, что у нас здесь может быть и варенье, и супы, и все в одном разделе. В общем, гора такая рецептов, разбирайся, как хочешь, такое не работает. Далее. Автор должен хорошо разбираться в своем предмете, он должен быть профессионалом, потому, что кулинария – это же искусство, и к нему нельзя подходить. «Тяпля, соседка баба Мань что-то мне сказала, я рецептик записала, а теперь я кулинарный автор» – нет. Нужно понимать, что ты делаешь, потому, что продукты нужно уметь выбирать, их нужно уметь обрабатывать. Рецепт должен строиться на каких-то правилах кулинарных. То есть, в принципе, тысячелетняя история кулинарии – это не просто так. За этим стоит серьезный багаж знаний какой-то, в нем надо разбираться. Кстати, напишите в комментариях, что, на ваш взгляд, является идеальной кулинарной книгой. Вот как она должна выглядеть, что вас радует, а что вас огорчает. Итак, как нам выбрать концепцию кулинарной книги? Начинать работу над книгой надо вообще именно с концепции, с разработки, о чем вы, собственно, хотите написать. То есть, не рецепты, это должна быть книга, у нее должна быть идея какая-то. Концепция может строиться на следующих параметрах – личность автора, например, записки судового повара, национальная кухня, какая-нибудь грузинская, малайская, американская штата Калифорния, в общем, что хотите, то представьте. Места приготовления, например, питание в детском саду или питание в армии, допустим, диеты – 30 рецептов для похудения или питания при диабете. Определенный ингредиент, допустим, 30 рецептов блюд из риса или же отсутствие ингредиента, десерты без сахара или рецепты веганов. Далее. Категория продуктов – овощные блюда, допустим, или варенье из ягод какой-нибудь. Время приготовления – завтрак за 5 минут. Способ приготовления – готовим в мультиварке. Тип блюда – торты, пирожные, рулеты, пельмени, супы, объем – меню для банкетов, то есть, когда надо готовить либо очень мало, либо же, наоборот, очень много. Определенная целевая аудитория – кухня холостяка, история, древнерусская кухня и т.д. Следующий важный пункт – личность автора. Вообще личность автора имеет огромное значение, в первую очередь потому, что на рынке присутствует большое-большое количество книжек по делу, которые знаете, как делаются? Начальник редакции говорит девочкам своим подчиненным, а с бацейся ко мне книжечку. Девочки пошли в интернетик, надергали всяких рецептиков, вот у них и книжечка. Вот это все не проверено, все это надергано бог весть откуда и выдается потом на рынок, потом по этим рецептам невозможно готовить, потому, что там очень много банальных ошибок и знаний никаких там нет. А если автор у нас серьезный профессионал и у него есть своя аудитория, особенно в соцсетях, продать такую книгу гораздо проще, потому, что люди очень часто, когда покупают кулинарные книги, они идут на ИНО. Так что, если вы мечтаете писать кулинарные книги, первый шаг в этом направлении – это получение глубоких знаний и наработка авторитет в соцсетях. То есть, нужно ходить на всевозможные форумы, что-то публиковать, во всякие группы сообщества, публиковать свои рецепты, давать какое-то объяснение, светить лицом. Это важно. И, соответственно, вести собственный кулинарный блог. Если вы не знаете, как его делать, заходите и берите мой бесплатный курс для начинающих блогеров. Ссылочка будет внизу. Что у нас отличает профи от дилетанта – чтение кулинарных книг других авторов от и до, потому, что, если вы кулинарный автор, вы знаете, как работает эта ваша индустрия. Это вам даст понимание того, как делать надо, а как делать не надо. Что надо вставлять в свое произведение, а что ни в коем случае туда нельзя вставлять и надо вычеркивать. Во-вторых, обязательно нужно проверять все свои рецепты на практике как минимум в два раза, чтобы удостовериться, что все пропорции верны, что меры весов у вас обозначены правильно и вкус получается такой, какой надо. На редактора в издательстве рассчитывать нельзя, он вообще не будет ничего там готовить. Он просто смотрит на текст, вроде симпатично выглядит, но и нормально, и в печать пошло. И далеко не в каждом издательстве есть своя оборудованная кухня, когда они, собственно, готовят там и делают фотографии, потому, что получилось. Да, у некоторых издательств это есть, но не везде, поэтому имейте это в виду. Желательно заранее продумать, в каком виде должна выходить ваша книжка, потому, что от этого будет напрямую зависеть, как вы ее будете составлять и как вы ее будете оформлять, что у нас вообще бывает. Там твердый переплет, мягкий переплет, книжка на пружинке, набор карточек. Сходите в свой ближайший книжный магазин, зайдите в отдел, где продаются кулинарные книги, полистайте, посмотрите, что вообще на рынке бывает. Ну, и также заодно загляните в каталоги крупных всех издательств, которые публикуют кулинарные книжки и тоже полистайте. Там же превьюшки есть, вот используйте. И, кроме того, вам это все даст идею, что, собственно, интересует издателей и в каком виде у них товар сейчас идет. Потому, что издатели покупают у авторов то, что они способны продать. Теперь давайте посмотрим на структуру книги. Структура вашей книги может выглядеть примерно так. Структура. Введение. О чем ваша книга? Для кого она предназначена? И почему вы, собственно, решили ее написать? То есть, надо человеческим языком это объяснить. Оборудование. Что вам потребуется для готовки? Продукты. Советы по выбору и хранению. Рецепты, распределенные по главам. Например, закуски, супы, вторые блюда, десерты, напитки. Каждая глава, как правило, снабжается небольшим пояснением, какой-нибудь коротенькой в поступительной статьей. Только самое главное, чтобы это было что-то интересное, остроумное, а желательно вообще личное. Потому, что, коль скоро мы продвигаем себя как автора, нужно и показывать, что я готовила блюда вторые и так-то, а уж если бы там хорошую шуточку вставить или историю жизни, так еще лучше. Самое главное не растекаться мысю по древу, а писать кратенько. Потому, что мы помним, что мы пишем кулинарную книгу, а не мемуары. Далее, в самом конце, указываем таблицу мер и весов, очень удобная штуковина, потому, что, сами понимаете, стаканы у всех разные, чашки у всех разные, столовые ложки тоже разного размера бывают, поэтому желательно все-таки согласовать там более-менее сколько что грамм или как вообще все выглядит. Ну и алфавитный указатель блюд, потому, что если у вас там достаточно большое количество рецептов, как их люди будут искать? По содержанию трудно, по названию все будут искать, правильно? Вот так и делайте. Как мы оформляем рецепты? Можно это оформить примерно так. Название блюда, короткое описание блюда, на сколько порций рассчитан данный рецепт, сколько калорий содержится в одной порции. Эти сведения не обязательны, но желательно. Они просто, опять же-таки, поднимают в третий от автора и показывают, что он профессионал. Записываем ингредиенты в столбик. Используем при этом единый стиль оформления и единую измерительную систему. Например, нельзя сначала обозначать в рецепте столовые ложки, столовая ложка или чайная ложка, а потом начинать переходить на сокращение, типа СТЛ. То есть, если вы используете сокращения, то используйте их везде, а в конце поясните, что это обозначает. Далее, пошаговое описание рецепта. Здесь тоже важно соблюдать единство оформления. Если вы начали писать, допустим, в повелительном наклонении, возьмите три чайные ложки чего-нибудь, вот его и используйте, вот это повелительное наклонение на протяжении всей книжки. То есть, оформление рецепта должно быть примерно одинаковым. Далее, разумеется, все эти пункты не являются строго обязательными, смотрите по своей ситуации, что и как, но чем полнее информация, которую вы даете своим читателям, тем лучше. Это общее правило. Кто предоставляет фотографии? Некоторые издательства имеют свои кухни с фотостудиями, как я уже говорила. Некоторые принимают фотографии от самих авторов, у нас бывают такие замечательные авторы, которые сами фотографировать умеют, а некоторые покупают стоковые фотографии, что, разумеется, не самый лучший вариант, но такое тоже бывает. Так что, если вы сами не фотографируете, желательно прописать пояснение в своей рукописи, что именно должно быть изображено на фотографиях. Так будет людям, которые этим будут заниматься иллюстрации вам создавать и подбирать и будет просто легче. И заранее обязательно договоритесь с редактором, чтобы он вам показал все иллюстрации, которые он подготовит у себя в издательстве. Чтобы он вам показал, чтобы вы посмотрели, что у вас получится. Потому, что очень часто бывает так, что к фотографии, допустим, борща прикладывают фотографию какого-нибудь совершенно другого красненького супа, а так быть не должно. Это халтура. Для оформления книги вам также потребуются аннотации и краткие сведения об авторе. То самое, что печатается на задней странице обложки. Если вы не знаете, как это делать, вы знаете, куда идти. У нас справочник писателя, там у вас уже все есть, поэтому не нажимайте на ссылочки внизу под видео, там все будет. Все это у нас не только помещается на задней обложке книжки, но еще и используется во внутренней документации издательства. Потому, что, когда, допустим, редактор защищает ваш проект на своих планерках, на всяких, то что он показывает? Вот эту информацию мы подготовили, он ее и показывает. И эта же самая информация, она уходит потом для того, чтобы эти книжки толкали в розничной сети. Опять же байеры, люди, которые закупают книги, что у тебя книжки читают? Нет. Они смотрят на аннотации, на описание, что за автор, кто это такой. То есть, все это используется во внутренней документации книги. Вопрос, который часто тоже задается – можно ли включать в кулинарные книги чужие рецепты? Можно, если они к вам подходят по тематике, но очень-очень желательно указывать все-таки, откуда вы их взяли. То есть, если вы подглядели в блог у кого-нибудь. Просто напишите человеку, спросите. Это дань вежливости. Сам по себе рецепт не является объектом авторского права, потому, что это способ. Способ не запатентованный. Поэтому здесь у нас речь идет просто о банальной вежливости. Что является объектом авторского права? Текст. То есть, как это написано, то это уже авторским правом защищается. А сам по себе способ приготовления нет, поэтому что нам нужно сделать? Во-первых, давайте ссылочку, откуда вы этот рецепт взяли, а во-вторых, переписываем его своими словами. Если же у нас речь идет о широко известном рецепте, борщ, то лучше указать какую-нибудь особенность приготовления. То есть, чтобы у вас не было, чтобы вы просто переписали чей-то рецепт, точно так же, как миллион других кулинарных авторов. Какая-то изюминка должна быть? Что-то, что покажет, что вы разбираетесь, что вы понимаете, что у вас есть какое-то свое кулинарное видение. И еще очень важная штука – помните, для кого именно вы пишете. Если ваша целевая аудитория – это профессиональные повара, вы используете профессиональную терминологию и объясняете все и вся с учетом того, что ваши читатели работают на хорошо оборудованных кухнях, может даже промышленных кухнях. Но если ваши читатели простые домохозяйки, не усложняйте им жизнь. Если вы используете экзотические какие-то ингредиенты, пускай даже каперсы какие-то, может, они не везде продаются, укажите, что их можно заменить в некоторых рецептах солеными или маринованными огурцами. Вкус, конечно, другой получится, но, тем не менее, тоже неплохо. То же самое касается сложного и дорогостоящего оборудования. Разумеется, суп-пюре получится нежнее и лучше, если его готовить с помощью супер-пупер-блендера какого-нибудь, а если его нет, что делаем? Мы просто продумываем, как будут ваши рецепты читать обычные тетеньки, которые хотят на кухне что-то приготовить. В каком виде следует направлять рукопись в издательство? Обычно рукопись кулинарной книги посылается в файле Word. Самый обычный. А если у вас есть фотографии, их прикладывают отдельно. Их не надо туда вставлять непосредственно в сам текст, потому, что верстка будет совершенно другая. Вы просто вставляете в тексте рисунок 1 или фото 1 в квадратных скобочках и этот рисунок 1 или фото 1 прикладываете отдельно к письму. Если вы не знаете, как правильно оформлять рукопись, ссылочка внизу, вы можете нажать на нее и посмотреть, потому, что мы уже тут все приготовили. Дополнительная информация, которая вам пригодится – это курсы «Известный писатель. Как написать нехудожественную книгу?» Потому, что кулинарная книга – это не художественная книга. Если вы не знаете, как писать длинно красивые тексты, так это вам туда. И еще вам пригодится лекция «Как написать рассказ о себе». На этом у меня все. С вами была Эльвира Барякина. Всего хорошего. До свидания.